Пилотный проект «Светофор» по добровольной маркировке продуктов питания зелёным, жёлтым и красным цветами в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот может начаться летом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Как считает ведомство, такая индикация поможет россиянам сделать выбор в сторону здорового рациона питания. Проект подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена помеченная цветами «Светофора» продукция. 32 тысячи кубанцев приняли участие в акции «Планета ресурсов». Итоги краевой ярмарки вакансий, которая прошла в апреле во всех муниципалитетах, подвели в региональном Министерстве труда и социального развития. Около тысячи организаций предлагали работу в санаторно-курортной отрасли и строительстве, в социальной и медицинской сферах, в торговле, сельском хозяйстве. Более 18 тысяч вакансий. По итогам акции более 2,5 тысяч кубанцев получили направление к работодателям, а еще более 4 тысяч человек стали участниками деловой программы, семинаров, круглых столов и практических занятий. Рубль начал неделю ростом к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 8 мая, составляет 62 рубля 71 копейку. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на полрубля. Стоимость европейской валюты упала на 83 копейки, и официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 74 рубля 81 копейку. Мы открываем новые возможности. Возможности расти, дарить, любить и удивлять. Каждый день мы открываем что-то новое. Сберегательный союз. Сбережения до 13,5% годовых. На этом все, Анна. Остается только добавить, как говорила моя бабушка, все полезно, что в рот полезла.